Машиах. Кто это? Машиах, Мессия, идеальный царь, потомок царя Давида, будет послан Богом, чтобы осуществить избавление духовное и физическое народа Израиля и спасение человечества. Его можно распознать лишь по определенным признакам. Это человек, еврей, прямой потомок царя Давида. Он будет правителем, царем, который знает всю Тору, устную и письменную, и проповедует всем евреям соблюдение заповедей, тем самым укрепляет еврейство. Он объявит войну любой идее и силе, которая является угрозой еврейскому народу. Зачем нам нужен Машиах? Его задача – освободить Израиль от преследований и положить конец рассеянию, одновременно избавив мир от гнета зла, уничтожить страдания, все формы безбожия и угнетения. Человечество достигнет вершины нравственного совершенства, люди прекратят грешить, не будет войн, вражды и ненависти между народами. И самое главное, он приведет к Богу все народы земли. Приходил ли уже Машиах? В каждом поколении есть человек, который потенциально может быть Машиахом при условии, что это поколение заслуживает освобождение. Если же нет, в следующем поколении родится другой человек, который потенциально может им стать. Пророк Ишаяху рассказывает о мудром правителе, во времена которого в мире не будет войн и воцарится справедливость. Это написано однозначно и недвусмысленно. Никогда в истории подобного не было, и лже-Машиахи лишь усиливали гонение против евреев. Как приблизить приход Машиаха? Существует несколько способов ускорить его приход. Исполнение важнейших заповедей, шува, раскаяние, возвращение, соблюдение шабата, изучение торы, сдака, благотворительность, а также единство и цельность еврейского народа является подготовкой и условием окончательного освобождения. Почему мы обязаны ждать Машиаха? Ждать – не просто хорошее пожелание, но обязанность каждого еврея. Рамбам выводит следующее правило. Всякий, кто не верит, и всякий, кто не ждет прихода Машиаха, в конечном итоге полностью отрицает Тору и всех пророков, начиная с Моше. В изложении его тринадцати принципов веры это звучит следующим образом. «Я верю полной верою в приход Машиаха, и хотя он медлит, я все равно каждый день буду ждать его прихода». В молитве Амида, которую мы произносим три раза каждый день, сказано «Потомка Давида, раба Твоего, поскорее взрасти и возвысь». Если случится так, что мы не заслуживаем спасения, то все равно возвысь, ведь мы надеемся постоянно, что Ты спасешь нас, потому что у нас есть надежда. Благодаря этой надежде мы заслуживаем, чтобы Ты нас спас. Субтитры создавал DimaTorzok